Привет! Открываю я законодательство, а точнее даже не законодательство. Есть отдельный раздел с законопроектами и смотрю, что же там наши уважаемые слуги народа попридумывали нового. И нахожу законопроект по внесению изменений в законодательство Украины относительно безопасности дорожного движения. Ссылку на карточку законопроекта я оставлю как всегда в описании. Можете ознакомиться полностью с текстами и там и законопроекта и пояснительные записки и всего-всего-всего, что обычно там бывает. А я лишь расскажу, что у нас предлагается в этом законопроекте. Во-первых, единственное, наверное, что там позитивное в этом законопроекте, это то, что предлагают к статье 130 КУПАП не применять статью 22 КУПАП. Именно не освобождать от ответственности по так называемой малозначительности. Вот единственное, с чем я согласен, это как бы да. Но все остальное это просто трэш и угар. Во-первых, предлагают отменить штрафные баллы. То есть те самые штрафные баллы, которые они вводили, когда хотели создать автоматическую систему фиксации, теперь они предлагают их отменить. То есть они были введены, не заработали, теперь их просто отменяют. Ну, зашибись. Следующее изменение. Некоторые штрафы они предлагают увеличить в 2, в 3, в 5, а некоторые даже в 15 и в 40 раз. Я их не буду все зачитывать. Если кому интересно, я же говорю, ознакомьтесь. Но вот именно тенденция, тенденция одна, увеличение штраф. Да, некоторые штрафы действительно там какие-то маленькие и можно было их немножко подтянуть до какого-то там разумного размера. Но опять-таки меня смущает вот одна тенденция. Всегда, всегда вот они вот эти все реформаторы пытаются усилить ответственность. Я еще не помню ни одного такого нормального как бы закона, где бы предлагалось облегчить ответственность. Только усиление ответственности. Ну, что это за бред? Вот какие-то каратели. Следующее, что предлагают. Предлагают увеличить срок рассмотрения протокола по 130-й до одного года. Теперь все сфальсифицированные документы полицейских по 130-й суды смогут рассмотреть. И в связи с этим, я так предполагаю, теперь фальсифицировать по 130-й будут еще больше. Потому что теперь суды будут успевать рассматривать все эти материалы. Молодцы! Следующее, что... Ну, это просто... Я не знаю, вот как это можно нормально без матюков комментировать. Предлагают внести изменения в законодательство соответствующие нормы как закона о национальной полиции, так и статью 126-ю КУПАП. А именно, предлагают поменять уже устоявшиеся предъявить документы на передать документы. Как здорово! Это же так здорово возвращать старые нормы, которые были ранее отменены. А я вам напомню, я специально даже зашел в законодательство, чтобы найти, когда, в какой момент вот этот вот... когда был этот момент, когда поменяли передать на предъявить. Я нашел, это был 2011 год, и соответствующий законопроект с вот этой вот формулировкой был, знаете, кем подан? Вы не поверите. Виктором Федоровичем Януковичем, знаете, тем самым кровавым диктатором Януковичем он предложил вот такую вот норму ввести. Предъявить. А теперь новые, демократичные, европейские у нас вот эти вот реформаторы предлагают снова вернуть, передать. Ну и, конечно же, в 126-й статье вернуть ответственность за то, что не передал. Ну, трэш просто и угар какой-то. Как это все? Следующее, что интересное. Прописали такую интересную норму, что статья 126-я, вот за непередавание документов, применяется только, может быть, применена только к тем водителям, которые получили права до 13-го года, а те, кто получил права после 13-го года, не применять. Почему именно вот 13-й год? Я так понимаю, видимо, в 13-м году у них заработала какая-то там очередная их внутренняя база, куда сливается вся информация. И, получается, вот эти люди как бы у них все есть в базе. А те, которые получили раньше, они, возможно, могут не находиться в базе их документы, либо как-то неправильно биться, и еще что-то. И получается, что все, кто получил после 13-го года, не подпадают под статью 126-ю, а те, кто раньше, подпадают под статью 126-ю. А знаете, как это называется на юридическом сухом языке? Правильно. Дискриминация. Дискриминационные нормы вносят в законопроект. Какие молодцы! Следующее шикарное предложение. Причем, ну вот это все, это все уже было, понимаете? Ну вот, давайте дальше. Освидетельствование беспонятых с видеозаписи, если невозможно производить видеозапись. То есть это у нас еще Деканаидзе рассказывал. Помните, она там махала руками и говорила, где же будет находить ночью полицейский свидетелей для того, чтобы произвести освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Это было, я уже не помню, в каком-то лохматом 15-16-ом году. Па-бам! Прошло 4 года там или 3-3,5. Давайте мы снова будем проталкивать эту хрень. Я уже столько раз сталкивался с этой фальсификацией, с фальсификацией по 130-й, что иногда вот эти вот понятые как раз таки и могут сыграть важную роль, чтобы потом развалить этот фальсификат. А если не будет понятых, у-у-у, ребята, будут разводить вообще только так. Только так будут разводить. И даже под видеозапись, поверьте. Дальше наши тоже веселые истории по поводу правил для водителей. Хотят сделать, предлагают такой порядок действий для водителя. Остановиться по требованию полицейского, держать руки в поле зрения, то есть, я так понимаю, на руле. Не выходить из авто, передать документы. А если полицейский потребует, то выйти из авто. Но это ведь тоже уже было, мы же помним. Опять-таки, это вот было вот в том самом любимом законопроекте, который проходил под названием «Подчиняйся, а потом обжалуй». Помните, это было уже. Следующее, что хотят, что предлагают изменить в законодательстве, сделать еще одну причину для остановки, а именно остановка с целью проверки на трезвость. Опять вот эти вот пункты трезвости. Помните, это тоже было, это тоже предлагалось. Но оно не было принято. Понимаете? И снова предлагают это. Причем, что интересно, вот если открыть сам законопроект, то они предлагают это сделать пунктом 10 статьи 35, ну части 1 статьи 35. Хотя пункт 10 там уже есть. Он касается как раз этой остановки евроблях. То есть, ну, элементарно даже здесь тупанули. Это пункт 11 должен быть, значит, а не 10. 10 уже есть. Хотя вот самое интересное, вот из всего, что они предлагают, мне было бы интересно, чтобы вот эту норму ввели. Знаете, потому что тогда можно было бы очень жестко проконтролировать это все. Потому что в законе они так пишут, начальник национальной полиции должен издать соответствующий указ, то вот такие будут пункты трезвости в такой-то день, в таком-то месте. Ну и представьте, и это все вывесят как бы на сайт. И, в принципе, на каждый пункт трезвости может приехать тогда любой и фиксировать, как они будут пытаться разводить людей на 130-ю. Вот это было бы полезно. Знать, где именно они будут стоять для того, чтобы просто точно так же стационарно стать и фиксировать полноценно многочасовое видео с разводилами. Это было бы супер. Ну и статью сороковую они хотят поменять. А это касается автоматической фиксации. Если у нас, ну, знаете всю эту историю, статья сороковая дает право полицейским производить автоматическую фиксацию, то теперь они хотят туда ее наполнить уже всеми возможностями. Теперь просто пишут там, могут использовать фото, видео, аудио, фиксацию, в том числе в автоматическом режиме. В том числе пишут без указания о том, что производится фиксация, без нанесения на некоторые автомобили опознавательных знаков, что это полиция. То есть любая фиксация теперь будет допустима, вот по ихнему предложению, на свои мобильные телефоны, да на что угодно вообще. Ну и плюс могут получать данные с видеокамер, которые принадлежат другим лицам. Вот такие вот изменения. Там еще много-много мелких брызг, не хочу туда залазить. Вот это вот самое основное. Вам не показалось, что вот это все уже было, да? То есть вот эти все изменения на протяжении последних 4-5 лет наши реформаторы из МВД пытались протянуть в том либо ином законопроекте. И практически ни один из них не был принят. И все осталось, в общем-то, как и было. И теперь у нас приходят новые депутаты. Причем, смотрите, кто подал законопроект? Три инициатора. Бакумов – это Европейская Солидарность. Медяник – Голос. И Неклюдов – это от Юлии Тимошенко. Шучу, конечно. Все трое входят во фракцию «Слуга народа». Понимаете? Все то, что не смогли реформаторы МВД протолкнуть при Порошенко, БПП, Народном фронте, самопомощи и же с ними, сейчас они протолкнут через вот этих вот «слуг народа». Ну, вы представляете, какой трэш? Все, они нас сделали, а потом сделали еще раз. Мне кажется, под ними имелись мы с вами.